Всем доброе утро. Я тут сижу на лавочке. Отсюда видно моё перикмахерство. Время ещё нет десяти. Ты тоже со мной? Вот я сижу. И он сидит. Да, сидим вдвоём. На солнышке греемся. На улице очень хорошо, тепло. В интернете лазаю. Читаю ваши комментарии, за которые огромное спасибо. Очень интересно. Невестка переписываюсь. Наши принцессы скоро год. Представляете, уже целый год отъедут. А вот и 10 часов. Он всё равно отсюда видно. Побежал, побежал. Там какая-то собака. Лавочки, конечно, холодные. Видите, какие. Так, плиточные. Немного грязновата площадь. Ну, уберут, наверное. Куда они денутся. Здесь ресторан должен быть открыт. По средам закрывается. Но утром здесь всё закрыто. Приготовился. Играть. В общем, еду уже домой. По плану у меня сейчас поеду, куплю газ. Закончился вчера. Сегодня ко мне подруга придёт подстричься. Поэтому голову ей надо мыть горячей водой. Вот. Меркадона, наверное, заеду. За вкусными вкусняшками для Чарли. Не буду произносить это слово. И, может быть, мороженое куплю кокосовое. На улице опять ветер поднялся. У меня всё открыто. Представляете, вообще. Все утром вообще ни ветерка не было, ничего. Опять поднялся ветер. Как-то прям даже задумалась. Говорю, как это так. Вот на ночь ветер стихает, а потом поднимается. Откуда он берётся? Этот ветер, что им движет? В общем, надо погуглить. И узнать на эту интересную тему ответ. Как маленькие дети, да? Знаете, такие вопросы задают. Это почему? Это что такое? Так и я полезу в интернет, чтобы узнать, откуда ветер берётся. Правда, интересно же. Что им движет? Ой, поэтому. Ну, на улице тепло. Показывает 22 градуса. Поеду я за газом. Теперь я смотрю чучи не только для Чарли, но и для чучи. Чучи для чучи. Чучи для чучи, смотрю. Какую-нибудь вкусняшку ему, может быть, вот купить. Вот такую. Из яйца. Вот с фруктами разными. Сейчас ему какую-нибудь вкусняшечку куплю. Ну, естественно, для Чарли тоже. Такую вкусняшку купила птичке. Пустой кушает. Кушай. Кушай. Не стесняйся. Ну, когда здесь кто-то есть, не кушает. О, о, о. Поближе, поближе. Ну, иди. А ты что, съел уже свою вкусняшку? Сейчас мама пойдет кушать. Что это, что это? Литроган у нас опять, видите, все дует. Задувает. Так что дверь прижать и закрыть. Чтобы не сдуло. Сквозняком. Пойду разогревать, кушать. А это вот себе вкусняшки купила. Бананы. Инжир. Сушеный. И... Вот я вчера варила кашу. Сейчас буду есть. И вот два кокоса таких. Две половинки кокоса мороженые. Вот это мельгадоновское, оно вкуснее намного. Я тут кашеварю, хотя, в принципе, кашеварить нечего, потому что рагу уже загревается в микроволновке, а рыбку сейчас поджарю на сковородке. Я обычно всегда делаю в микроволновке, но так как сегодня рыбу буду тоже делать мужу, решила вот на сковородке ее обжарить на небольшом количестве масла. И будет вкусненько. А потом мороженое заточу. Может, еще суп остался. Идей хоть. Хоть отбавлять. Обожаю рыбу. Я бы рыбу ела каждый день. Соленую, сырую, какую хотите. Моя любимая еда, рыба. Вот такая вкусняшка получилась. Смотрите, скинула. Ммм, очень вкусно попробовала уже. И рыбка. Всем приятного аппетита. Мы уже дали за работу. И за работу. Друг знакомый дал ей рыбу. Смотрите, здесь два маленьких осьминога. Два маленьких осьминога. Как вам показать. Вот, видите. Здесь две скумбрии. Это на хек похоже. Или что это, не знаю. Это на кабалу маленькую похоже. Лингуада называется здесь. А это вот уже почищенные. В общем, рыбы мне, смотрите, сколько. Я же вам говорила, что я рыбу очень люблю. На тебе, Оксана, рыбку. Ням-ням-ням. Теперь нам на месяц точно хватит. А то и на два. В общем, ой, блин, даже рыбу жарить поставлю. Маруся заговорила с вами. Может, рыбу надо пожарить. Это кальмар, по-моему. И чистить я его не умею. Честно признаюсь, чистить его не умею. Я попыталась. Но я не знаю, как к нему подходить. Поэтому говорю, чистить сам. Я не знаю, что ли мне с ним делать. Сейчас буду чай себе заваривать. А вообще, знаете, у меня с рыбы наложила овощи и что, ничего не съел. Не едят они просто овощи. И рыбу целый кусок выбросил. Хорошо, хоть чай не есть. У меня с рыбой, я боюсь рыбу чистить. Особенно свежую. Я вообще не умею рыбу чистить. Несмотря на то, что я ее обожаю. А свежую, я вообще не представляю, как можно рыбу свежую чистить. Честное слово. Я, знаете, однажды с деревни привезла. То ли брат поймал, то ли еще что-то. Кто-то, не помню. А вот поймали рыбу. Я еще жила в Уварово, в Тамбовской области. Училась когда. И привезла ее. Она, знаете, была зима. Она, по-моему, на улице была. Или нет. Ну, было холодно, помню. И, в общем, привезла я карп. Наверное, такая большая рыбина была. Привезла ее, где жила, в город. Вот. И, думаю, надо пожарить. Почистить надо же сначала, да. Ну, я думала, она дохлая. И все дела. Начала чистить. Она мне, как в раковине, начала вот так. Вот. Плясать. Я вообще в шоке была вся. Я думаю, что мне делать с этой рыбой. Как мне с ней быть. В общем, конечно, другой бы там, да, ее. Ну, всем понятно, как надо с рыбой обращаться. А я так не могла. И не могу. И я, знаете, я ее положила в морозилку. Шумит что-то сильно. В общем, положила в морозилку. Не знаю, ну, по часам, наверное, 4. Она у меня лежала в морозилке. Я говорю, пускай она замерзнет. А потом я ее достану и почищу. Я ее положила в морозилку. Часа 4 достала. Опять начала. Воду включила. Начала чистить. Она у меня опять начала. Вот так вот вся. Я, короче, вся перенервничалась. Чуть ли не разревелась. Я взяла эту рыбу нахер и выкинула. Потому что все. У меня на нее рука уже не поднималась. Мне уже ее и есть не хотелось. Мне вообще ее видеть не хотелось. И, в общем, выбросила. С тех пор я рассвежую рыбу не покупаю. В самом плане, чтобы не чистить. Я даже вот мидии, знаете, когда их покупают, я не особо люблю их чистить. Мне так и кажется, что она сейчас откроет и меня схватит и скажет, ты что меня делаешь? С Чарли так играются. Вот такая вот у меня история с рыбой. Не люблю я ее чистить. Хорошо, что сейчас в любом супермаркете, в любом торговой точке тебе ее почистят. Вот тебе тоже только нужно ее пожарить. Даже, знаете, здесь вот рыбаки, которые ловят из нашей семьи, они сразу чистят рыбу. Прямо вот в море почистят ее и уже очищенную кладут в лед. И во льду она у них там вот сохраняется. Поэтому даже моряки переносят рыбу, чищенную уже. Это плюс. А иначе бы вот мне его дали. Я на него посмотрела. Увидела я эти несчастные глаза. И все. Я думаю, нет. Я ее чистить не смогу. А там еще и рот у них есть. Представляете? Ужас. А еще, знаете, кролики продаются прям с головой. Мама. Ой. Ну это жизнь. Мы, как говорится, хищники. Ну вкусно же. Буду чай пить. На улице 27 градусов. Ничего открыть не могу. Так мне нравится, когда все открыто. Пылесосю вообще три раза в день. Потому что открываю, закрываю балкон. Чуть-чуть занесла. Потому что там не сильно, где он прилеплен. Там не сильный ветер. Но все равно, думаю, наверное, неприятно же ему с ветром. Наблюдая на полу стоял, наблюдала за Чарли. Ничего, он привык. Он уже на него не особо реагирует. Так подойдет, посмотрит и уйдет. Ему вот важнее вот. Игрушки его. Сейчас я собрала игрушки. Но это, знаете, как у маленького дитя. Игрушки собрала. Через пять минут они все равно все будут в разные стороны. На разных местах валяться. Потому что вот так. Ему не нравится, когда игрушки все в одной. В одной его кошелке вот там. Сижу, жду Таню. Вот потихоньку собираю сумку, чтобы ничего не забыть. Я же, когда выхожу из дома, я всегда твердо уверена, что я ничего не забыла. Но самое главное сланцы положить, чтобы в душ сходить. Потому что некоторые не принимают душ. Но я, знаете, как-то мне идти до дома еще минут 10, наверное. Не, наверное, а 10 минут до дома идти. Вот это вот все потное, вонючее. Мне как-то не очень приятно. Я лучше там помоюсь. Не так и не грязно там. Знаете, я человек в этом плане брезгливая. Где вот грязно все. Мне это не нравится. Хотя я не чистюля, могу заметить. Но вот грязи тоже у меня слоями не лежит. То есть. Вот. Но и где грязно, я не люблю. Ну, понятно, да? Не это. Но там у нас довольно-таки чисто. И убираются. Постоянно женщина ходит. Там убирается. Она, по-моему, не испанка точно. А откуда она, не знаю. С акцентом тоже разговаривает. Такая милая женщина. Вот. Очень приятная. И вот она постоянно там то с агрегатом вот этим ходит, то еще с чем-то, то швабра. И, в общем, моют там хорошо. И идти домой вот это вот. Нет. Я слышала просто некоторые женщины говорят. Мы тут живем. Ой. Я, говорят, не пойду в душ. Чего я живу? Вон в том доме. Буквально через дорогу. Туда. Так нафиг. А это мне еще пешкарят. Пешкарят. Ветер страсти. Вообще задолбал уже, если честно. У нас ветра. У нас не холодно, ничего. Но ветра. Как начнут дуть, то все. Хоть стой, хоть падай. 27 градусов на улице. Класс. Буду чай допивать. И ждать Таню. Мы Таню оприходовали уже. Теперь у нас тут будет чай пить. Чарли не дает ей нормально сесть. Уйди отсюда. Я тут шоколадочку достала. Российскую. Уйди отсюда, твою мать. Не хозяйничай. Иди отсюда. Как в склепе. Все закрыто, блин. Ага. Все летает. Если откроешь сквозня. Все летает. Пей, пей. Не стыди. У меня еще время есть даже. Мы сейчас набуляться пойдем. Это в какой? Здесь мой, да? Да, вот этот твой. Вот этот твой. Открывай. Да, говоришь, не представляешь, да? Мы тут обсуждаем, как... Представляем ли мы в России. Жить в России. Я не представляю. Я уже отвыкла. Я тоже. Поэтому Россия нам... Мы тут будем пить чай и пойдем гулять. Распрощалась я с Таней. Ну, мы скоро с ней встретимся. Так что, кто не подписан, подписывайтесь и ставьте на колокольчик. Ну, чтобы приходило повещание. В общем, у нас даже время есть погулять. Обычно она приходит попозже. Сегодня с мужем приехала. Поэтому мы управились до нашей прогулки. Так что, все по расписанию. Прогулка, потом спортзал. Да? Да. Смотрите на этого свинью. Ты свинья? Дурак. Смотри, какой чушка. Тут, короче, пыли прям вот столько много. Огену! Видели, видели, что хочет? Вывалится в этой грязи. Это вообще какой-то свин. Свин какой-то непонятный. Ну, все. Трындец. Сегодня опять у него душ. Чуть за привычку. Я такое в первый раз вижу. Поросенок. Вообще, представляете, вот так помните? Кто меня давно смотрит, видел, как он вывалился в красной муке. И приехал. Я вот так тоже болтала, болтала, на камеру поворачиваюсь. А он весь в красной муке. Весь красный вообще. Трындец был. Короче. Теперь он в пыли так же хотел вывалиться. Ну, вообще. Что у него в голове в это время? Свинья. Только искупала неделю назад. Только пришла. Сегодня что-то сил особо нет. Вообще. То есть, особо это вообще нет никаких сил. Может быть, потому что я сегодня нифига не полежала, так скажем, на диване не отдохнула. Потому что я планировала до прихода Таня полежать. Пока готовила, пока готовила, пока то, пока сё. Ух, жарко так. В общем, да. Сил нету. Разденусь. Ой, у нас сегодня опять футбол по телевизору. На улице всё так же продолжается. Ветер. А я сейчас пойду ужинать. На ужин у меня сегодня грейпфрут оказался... Грейпфрут нет. Помело. Оказался очень вкусный. Вообще такой вкусняшный. Смотрите. А, ещё мне сегодня Таня тоже гостинцы принесла. Представляете, сегодня день гостинцев. День подарков. Во-первых, она мне принесла помидоры. Вы знаете, как она рассказывает, здесь всё дарят коробками. В прямом смысле коробками. Такими большими. Вот и я сразу ей сказала, она говорит, я тебе огурцов принесу. И помидор, я говорю, только немного. Потому что ей подарят тоже. И она мне дарит. И вот понизла мне помидор. Тут килограмма два, наверное. И вот такие классные огурчики. Хрустящие. Вообще такие огурцы обожаю. Не суперские. Так что надо за завтрак что-то приготовить. Такое, что можно забацать салат. Кстати, капуста у меня... О, у меня живот осталось. Это эти. А можно их забацать? Всё, я придумала. У меня есть такие макароны. И осталось овощи сегодняшние. Я всё это смешаю. Такой вот у меня будет... Кстати, на ужин тоже можно одеться лопать. И такой у меня будет лагман, да? Типа лагман. Лагман же это паста с овощами. Правильно? Если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если это не так. Ну, по-моему, так. Ой. У нас ещё, знаете, я не знаю, что случилось. Но в зале, где мы занимались, кондёр не работал. Почти целое занятие. Такое-то мы занимались просто в сауне. Там спот с меня тёк. Он и по щас течёт. В три ручья я вообще вышла оттуда. Меня хоть выжимай. Щёки у всех вот такие красные. Все сырые. Вот. Тренер нам окна открывает. Он говорит, не понял, в чём дело. Почему нет кондёра? А потом на ползанятия их включили. Потому что там два. У нас где-то занимается человек 40, наверное. У меня вот через день. У меня один день идёт сумба. Ну, сумба это кардио, да? Занятия. И тренажёры. А второй день у меня идут силовые нагрузки. Ну, это штанги и всё такое на мышцы. И тоже кардио. Ну, кардио там такое. Мама, не горюй. Там вообще. Там всё работает, все мышцы. Там вообще так прыгаешь, бегаешь. Там вообще ноги задираешь выше себя. Я даже иногда как ногу задеру. Думаю, ни хрена себе, как я умею. Фу. И думаю, знаете, как ногу вот так вот задеру. Как говорю, у меня вообще слетит кроссовок. И полетит кому-нибудь в голову. Ой, не могу. Улёгся там в одеялах. В одеялах с игрушкой своей улёгся. И моя, и это, олимпийка, или как там её назвать, улёгся. Он там, вот собака вам, да? А где помягче ляжет? Когда я ухожу, он знаете, где спит? На кровати. А что? Как человек, да? Ты мой человек? Ты моя радость. У меня сегодня по программе Супер Бивиентес. Ну, это типа последний герой. Вот. Неплохо так волос лежит. Вот так, да? Даже, даже очень неплохо. Кожа вся сохнет. Пойду сейчас кремами мазаться, чистить зубы. Помою посуду на завтра. И всё. И отдыхать. И встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Пока-пока.